Увидеть демо Final Fantasy VII, как счастливые обладатели PlayStation уже начали ждать демо Final Fantasy VIII. Еще совсем недавно разработчики из Square уверяли, что игра находится в начальной стадии разработки и готова только на 10%. И раньше это казалось странным, учитывая тот факт, что выйти Final Fantasy VIII должен был на Рождество, но демо-версия игры летом. Из всего этого можно сделать два вывода. Либо игра уже достаточно давно находилась в разработке, но издательство по каким-то причинам отказалось давать верные сведения о степени готовности продукта, либо Final Fantasy VIII ничем не будет отличаться от своего предшественника. Для любителей статистики прокат видеоигр в США за последнюю неделю составил. На днях Interplay приобрела лицензию на графический движок Quake 2. Использоваться он будет, естественно, в шутере от первого лица. Делать игру будут разработчики небезызвестного Hedrix Entertainment, создателя Redneck Rampage. Кстати, эта же компания разработчиков занимается созданием экспансион Pack Quake 2 для Activision. Игра будет называться Kingpin, а действие будет происходить в 20-30-е годы, во времена чикагских гангстеров. Заявлены даже элементы Adventure. Выйдет же Kingpin не скоро, а в первом квартале 99-го года. Electronic Arts представляет линейку своих игр на Е3. Это Madden NFL 99, очередной американский футбол. Tiger Woods 99, невероятно красивый гольф, который пользователи увидят в конце лета или в начале осени 98-го года. World Cup 98, усовершенствованный вариант FIFA 98 Road to World Cup. Populous The Beginning, что мы увидим в конце концов, неизвестно, пока контуры будущего шедевра проступают очень смутно. Напомню зрителям, что Populous The Beginning и SimCity 3000 будут локализованы и продаваться в России по специально сниженным ценам. К сожалению, Dungeon Key P2 на Е3 показан не будет. Обзор новостей компьютерных игр подготовлен совместно с журналом Страна Игр. В студии была Татьяна Осекина. Что в такую погоду мне придется выходить на футбольное поле. Бывалые компьютерные футболисты знают, что среди массы футболов всех мыслимых фирм говорить имеет смысл только о FIFA от ИА Спорт. Лучшие футбольные симуляторы выпускает этот достопочтимый канадский монстр. Но вот беда, очередная игрушка FIFA выходит, как правило, в конце года, зимой. А до зимы еще ого-го. Я, конечно, как истинный футболист, тешил себя мыслью, что в год чемпионата мира по футболу ребята из ИА преподнесут какой-нибудь подарок. Но, с другой стороны, в FIFA 98 Road to World Cup игра настолько безупречная, что ждать в один с ней год чего-то еще было бы просто недопустимой маниловщиной. И, тем не менее, чудо свершилось. Около недели назад появился новый футбол от ИА Спорт. World Cup 98 Что можно сказать об этой игре? Она прекрасна. Прекрасна так же, как в FIFA 98. Графика практически не изменилась. Разве что стадион прорисован получше. Но зато движок, наконец-то, добрался до вратаря. Наконец-то этот немаловажный игрок полностью управляется вами. Но это только начало. Самое интересное скрыто в главном меню. Поклонники клубного футбола будут разочарованы. В игре нет чемпионатов стран. Есть товарищеские матчи, тренинг, собственно, Кубок Мира и раздел, от которого сердце мое затрепетало. Он называется Классические Кубки Мира. Понимаете, что это такое? Это возможность сыграть за все команды, начиная с Уругвайского чемпионата 1932 года. Есть возможность пересмотреть досадную неудачу нашей сборной в Мексике в 70-м. Сыграть за Пеле и Бобби Чарлтона, Эй Себио и Пушкаша. Первые чемпионаты, как и положено, черно-белые, с волосками и царапинами. По мере продвижения к нашему времени они становятся черно-белыми телевизионными, потом мутно-цветными и, наконец, яркими, подобно обычному FIFA. Это невероятное ощущение, как будто ты творишь историю футбола, захватило меня настолько, что я играл несколько дней подряд. В заключении хочется сказать и о спорт. Так держать, ребята! Системные требования такие же, как в FIFA 98, Windows 95, 32 мегабайта памяти, Pentium 166 MMX, Sound Blaster, CD-ROM, мышь по желанию. А вот джойстик существенно облегчает жизнь. 3DFX даже не обсуждается. Конечно, да. С сетевой игрой до выхода мультиплей-версии пока непонятно. А вот в интернете играть уже можно. Сборная СССР, чемпион мира по футболу в Мексике в 70-м или в Испании в 82-м. То, что наши ребята не сделали ногами на поле, делаем мы руками.